Праздника на Зелёном острове могло и не быть. Сегодня с самого утра зарядил дождь, который поставил планы администрации под угрозу. Всё же погода пошла навстречу молодёжи, и молодёжь откликнулась. Для мечей организаторы придумали развлечения на целый день. Одними из первых открылись творческие площадки. За этим столом дают мастер-класс по современному рукоделию. Картины из пряжи, браслеты из резинок. В роли педагогов, в том числе и юноши, которых совсем нельзя уличить в немужском деле. Первое плетение появилось у мужчин, то есть у моряков, которые завязывали всякие узлы, и за счёт этого корабль плыл. Я недавно научился, мама, конечно, очень рада этому. Вот так вот заделывая нормально. И это очень расслабляет, особенно когда ты перенервничал, садишься и ничего. А это, пожалуй, самая громкая площадка на празднике. Ревёт мотор самого большого беспилотника в Омске. Самолёт, сделанный руками Владимира Тарана, готов взлететь в воздух. Но, к сожалению, из-за собственного веса останется на земле. Запускать беспилотники над людьми, что тяжелее 250 граммов, по закону запрещено. Но и на земле модель привлекает внимание. Чтобы нас знали, что мы существуем. Это первое такое, что существует всё-таки у нас в Омске федерация модельного спорта. Хотя печально, конечно, у нас нет магазина базовой, базы нету такой особой. Ну, хотелось бы как-то привлекать, завлекать и заинтересовывать людей. Поэтому, ну, моё хобби, увлечение, мне нравится, чтобы людям тоже нравилось, чтобы они тоже хотели что-то увидеть. Потому что все восхищаются, конечно, полётом. Организаторы придумали развлечения на любой вкус и возраст. Настольные и подвижные игры, мастер-классы по робототехнике. Открылось литературное кафе, где на природе можно почитать любимую книгу. Мы с другом гуляем, планы провести хорошо день. Много интерактивных площадок. Больше, наверное, цель направлена всё-таки на детей. Но, я думаю, семьи здесь могут хорошо время провести. Семьям в этом году Департамент по делам молодёжи уделил особое внимание. Для них подготовили отдельную программу с играми и эстафетами. Дождь всё же старался помешать планам. Но пока над зелёным островом стояли тучи, а мечи просто шли в летнее кафе перекусить. Мы сегодня готовили примерно на 200-250 человек. А мечи любят плов натуральный, без никаких добавок. Они уже, а мечи, как бы разбирают на плове, они разбирают. Ближе к вечеру в парке дали старт фестивалю театрального искусства. Впервые под открытым небом о мечам показали спектакли несколько городских театров. День молодёжи на Зелёном острове завершился в 10 часов вечера. Это празднование в последнее воскресенье июня, можно сказать, по старому стилю. А сегодня у молодых россиян официальный праздник. Алла Аксёнова, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Аксёнова, Андрей Кузьмин, Антенна-7.